Инвестор заплатил полтора миллиона рублей, мы ему сделали доход 136 тысяч 400 рублей ежемесячно на следующие 10 лет. Как вот такое повторить? Какая боль будет у тебя, когда ты будешь это создавать? Мы вкладываем вместо 40 миллионов в покупку объекта 300 тысяч рублей. Это на самом деле самый дорогой объект в нашем списке. Процент закрываемости этих объектов, он меньше одного. За год он создал 11 объектов. Аренда 400 тысяч, ничего нельзя, но вы так как-то справляетесь. Это очень большие, серьезные ребята, которые вкладывают серьезные деньги в ремонт, в помещение. Что значит человек, который управляет компанией? Один из объектов, он ничего не делает. Для того, чтобы получить то, что никогда не получал, нужно сделать то, что ты никогда не делал. Всем привет, друзья! Мы сегодня на объекте, который делает Сергей Квартальнов со своей командой по стратегии субаренды. Что такое субаренда? Расскажи вкратце, быстро. Субаренда – это когда мы берем помещение площадью от 100 до 300 квадратных метров в аренду и сдаем его небольшими частями в субаренду. Таким образом возникает дельта между платежами, и это является доходом инвестора, либо компании. А возникает она за счет того, что чем меньше площадь сдаемого в аренду объекта, тем выше ставка за отдельный квадратный метр. То есть мы берем оптом, только в аренду – это не одноразовая сделка, это сделка на 10 лет каждый месяц. Берем площадь оптом и сдаем в розницу по частям. В данный момент у Сергея уже сколько-то объектов в работе, я уже не помню. Одиннадцать. Одиннадцать объектов в работе, и мы сегодня побываем с вами на одном из них и узнаем, как создавать доходность на субаренде коммерческой недвижимости. И чистый пассивный доход от 100 до 150 тысяч в месяц, без особых вложений, но с особыми усилиями. И какие именно усилия нужно будет предпринять, Сергей сегодня расскажет. Вот, собственно, за нами находится этот объект, и на часть него уже заехал субарендатор. Расскажи, пожалуйста, подробнее про этого арендатора, который сейчас уже делает ремонт. Сейчас мы данные возьмем и переснимем этот ролик. Спасибо большое. Вот что значит человек, который управляет компанией просто. Один из объектов, он ничего не делает. Общая площадь объекта – 152 метра. 152 квадратных метра. И ставка, по которой ты арендовал у собственника весь этот объект – 1300 примерно. 1300 за квадратный метр. Как мы уже говорили. Часть у тебя уже арендовали под магазин овощей. Да, это магазин «Плот». Он взял 60 квадратных метров по ставке 2400. То есть получается дельта у тебя с квадратного метра, вот конкретно этих 60 квадратов – 1100. Примерно 1100, да. 1100 с метра. И у тебя осталось еще половина помещения, чуть даже больше половины, потому что 60 осталось из 152 – 92 квадратных метра. Когда вы сдадите ту часть, сколько будет выходить дельта с объекта, именно маржа? Дельта с объекта планируется, планируем выйти на дельту в 110 тысяч рублей. А вложения какие планируются? Инвестор заплатил за аренду вместе с обеспечительными платежами около миллиона рублей. За это время он получил возврат 350 примерно тысяч. И сейчас при подписании новых договоров начнет компенсировать оставшиеся затраты. Давай немножко поясним, что вот этот объект Сергей открывает именно для инвестора, не для себя. У нас инвестиционное сообщество, в котором мы как раз коллаборируемся и находим партнеров для создания объектов. Многие, кто заходит в сообщество, не обладают достаточным количеством времени, но обладают достаточным количеством ресурсов, которые хотят инвестировать от 40-60% годовых на вложенный капитал. А Сергей со своей командой профессионально создает такие объекты. И вот эти 11 объектов, большинство, они для инвесторных создают. Да, все верно. То есть это один из способов, ничего не делая, инвестировать в коммерческую недвижимость. С порогом входа не 50 миллионов, чтобы купить, и доходностью 10% годовых, а с порогом входа там от миллиона до пяти. И при этом доходность составит 40-60, иногда и 80% годовых. У тебя, по-моему, самый крутой кейс, 116% годовых. 116% годовых. Это именно для инвестора. Да, для инвестора мы сделали такой кейс. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень у вас тут красиво. Ну, пока еще сумбур, но... Ну, я просто примерно понимаю, что было до, и вижу, что у вас такой стиль классный. Я правильно понимаю, что это магазин премиальных овощей, да? Да, овощи, овощи, фрукты, соки, свежие выжеты, ну, там, разные. Да, причем это не просто какая-то лавка. Здесь мы, когда общались с субарендатором, здесь все очень красиво, все цизин, все дизайн-проекты, все будут в костюмчиках, все, в общем, все по высшему классу. Давай поговорим по факту. Что тут по метражу и сколько за метр? 200 тысяч мы платим за помещение. Мы планируем посадить вот трех арендаторов. Один арендатор уже сидит, он там за стенкой отрезал себе часть помещения. Второго вот сюда. Да, мы сейчас в активной фазе Озон, несколько франчайзер рассматривает. Также ведутся переговоры с дизайн-студией и еще кто-то хотел, не помню. Эта площадь готов подписать договор в салон красоты. Вот какую-то часть из этого. Если у нас получится, что мы отдаем вот так вот частями, то у нас, как мы видим, остается достаточно большой моб, Место общего пользования, которое мы также добьем уже какими-то постаматами, банкоматами и так далее. Уже есть несколько сюда постаматов, которые готовы сюда сесть. Ну, у Озона тут места больше, мне кажется, чем им надо даже. Да, вполне. Для пункта самовыза, мне кажется, очень хорошая локация, с учетом того, что у них открыта эта зона, вот эта локация, поэтому они сюда аж два франчайзи пришли и прям готовы забрать прям сегодня. Мы нанимали брокеров для работы с клиентами. И пришел один из брокеров, это действующий инвестор. Она начинает работать с своими клиентами, с нашими клиентами. У нас такие, ну, хорошие отношения в компании. И она приходит и говорит, про субаренду знаете что-нибудь? Есть такой, Володя Кушечкин, вот у него там вот такой-то продукт. А я с коммерцией вообще не сталкивался до этого. И она мне сказала, вот, пожалуйста, там скинул какие-то ссылки, я что-то посмотрел, почитал. И такой думаю, да, как-то смотрю на эти доходности, на эти цифры, на эти суммы, думаю, ну, какая-то очень интересная, конечно, история. Не буду говорить, что это там какой-то обман, но вызывает как бы много вопросов. Потому что, ну, я жил в парадигме того, что инвестиции в жилую недвижимость это 30-40% годовых. А здесь было заявлено вообще что-то нереальное. Встретились с Володей, съездил, посмотрел на несколько объектов, увидел, что модель работает, запросил договоры, посмотрел на цифры. Думаю, ну, значит, есть толк-то в этом во всем. И все, я начал в этом направлении разбираться. Мне стало интересно. Мы договорились о том, что я пройду у него обучение. С этого все и началось. То есть он взял предоплату с инвестора, намного больше, чем стоит обучение, кстати говоря. Он еще и заработал до того, как открыть объект. Он еще даже не знал ничего, как это делать, не знал критериев. Он пришел, сказал, вот, я взял деньги с инвестора, я уже все продал, а теперь научи. Мы договорились на вторую встречу с Володей. Я к нему прихожу, говорю, Володь, я продал этот инструмент, а теперь научи меня, как это все делать. Сразу мы прошли обучение и сделали все в срок. И это вот как раз этот кейс, когда инвестор заплатил полтора миллиона рублей. Мы ему сделали доход 136 400 рублей ежемесячно на следующие 10 лет. И это 116% годовых, окупаемость 11 месяцев, в общем, какая-то фантастика. Если бы я сам с помощью своей команды, своими руками не сделал этот кейс, я бы никогда в жизни не поверил, что это так работает. Если кому кто-то хочет съездить посмотреть, это вот, пожалуйста, едьте, смотрите все. И вот мы занялись обучением, и в итоге вот за год он создал 11 объектов. Это очень круто. Это круто. Да, ничего не получится. Все, арендаторы съедут. Все, все плохо. Все, все будет плохо. И вообще лучше жаловаться на жизнь и ничего не делать. А, это точно, да. Тогда все сразу становится проще. Да у нас здесь, на самом деле, вот что хотелось еще сказать по локации. Это Васильевский остров и новый квартал. Тут, несмотря на то, что большая конкуренция в районе, у нас там вот на полукруге, там практически все сидят. Там фрукты, пятерочка, алкоголь сидит. То у нас здесь в часы, в часы пик у нас здесь народная тропа до остановки. Вот, поэтому данный объект, хоть он и не совсем правильной формы, как изначально, да, в твоем облачении это все транслируется. Несмотря на это, спрос на него достаточно хороший и идут постоянные показы. Я хочу еще добавить такой нюанс. Может быть такое, что конкуренция большая по видам деятельности, но при этом нет конкуренции по маленьким площадям. Бывает такое, что помещение в локации только 200 метров, 150, 300, а таких помещений, как 30, 50, 60 квадратов, их вообще не найти, их в принципе нет. И вот мы целимся в такие локации как раз, потому что мы монополисты. Когда мы берем объект, только у нас есть возможность сдать 30 метров. Если у тебя небольшой бизнес какой-то, ты хочешь там открыть какую-нибудь там табачную лавку, какую-нибудь аптеку или алкомаркет, да, допустим, которому не нужно 120 метров, достаточно 60 квадратов, например, или там 30 квадратов под салон красоты хочешь взять. У тебя выбора нет. Да. Это если именно в этой локации хочешь, здесь только одно помещение, и оно только у тебя. В этом, конечно, есть небольшой минус. Сложнее анализировать рынок, потому что не на что ориентироваться, да, мы не понимаем, за сколько, за сколько сдает с 30 квадратов. Но для этого существует несколько фишек. Одна из них, кстати, это вот ходить по арендаторам, которые уже работают на этих квадратах, и специальной техникой выяснять, какую ставку они... Да, за какой метраж, какая ставка. За какую ставку. Ну, естественно, просто так вам никто не скажет, но у нас есть свои лайфхаки, и как это выяснить. Ну что, один арендатор здесь у тебя уже есть. За сколько ты рассчитываешь сдать оставшуюся площадь? Вот по твоим прогнозам, сколько еще осталось, чтобы объект полностью заселить? У нас планы за июль его закончить. Какое сегодня число, ты знаешь? Отлично, предприниматели. Пятое число. Пятое июля. Пятое июля. И мы за июль должны закрыть этот объект, потому что у нас высокий спрос на оставшуюся. Я так раз, когда ты говоришь «закрыть», я сразу думаю, что все, мы закрываем, уходим. Сергей имеет в виду, конечно, полностью заселить субарендаторами и сдать уже окончательно инвестору. Поэтому за оставшийся месяц, это у нас пятый месяц, июль, как мы работаем с этим объектом, мы его полностью заселяем и передаем. С каким внутренним состоянием и какой жизненной ситуацией ты заходил в эту субаренду? Я бы сказал, что с достаточно высокой долей энтузиазма. Увидев этот инструмент, я понял, что это выведет меня на новый рынок и даст мне возможность своим клиентам предложить новый вид дохода. На самом деле, я не помню, чтобы у Сергея были какие-то серьезные сомнения. Он много вопросов задавал, но каких-то сомнений он не высказывал. Возможно, потому что у нас общие знакомые нас познакомили. Возможно, потому что он следил за моими соцсетями, а я там в открытом доступе выкладываю все объекты. И, возможно, сомнения у него были внутри. Но когда мы встретились, я им рассказал схему, по которой как раз наши инвесторы взаимодействуют с исполнителями внутри сообщества и по которой мы коллаборируемся. Я им рассказал, что объект, чтобы продать, как готовый арендный бизнес, его не обязательно создавать. Его можно сначала продать, а потом создать. Но это будет дешевле. То есть, если стоимость готового арендного бизнеса именно по субаренде, то есть, по сути, переуступка прав договоров, которые приносят 150 тысяч в месяц, стоит 30 месяцев окупаемости, да, рыночную стоимость, то если ты, например, под ключ сделаешь для человека, объекта еще нет, а ты взял обязательство создать, ты можешь делать это в два раза дешевле. Ты можешь сделать это не за 30 месяцев окупаемости, а за 20 месяцев окупаемости, за 15. Как договоришься уже с инвестором? И я знаю, что Сергей договорился на максимально выгодных для инвестора условиях. И первый кейс он делал вообще, по-моему, то ли за 12, то ли за 15 месяцев окупаемости. Это именно вот маржа, которая получается, умножается на 12 месяцев или на 15. И это очень дешево, потому что это 116% годовых получилось по факту. Для недвижимости это вообще ракета. И в итоге я ему рассказал про эту схему, как можно это сделать, как мы это делаем внутри сообщества, что мы сначала берем с инвестора предоплату за объект и потом только открываем. И он как крутой предприниматель, сразу получив вот этот даже от меня бесплатный контент, он такой, ага, как я могу это применить, какие решения я могу сделать, чтобы я хочу пройти обучение, хочу воспользоваться этим инструментом, монетизировать его, какие решения я могу сделать, чтобы быстро зайти в обучение, не вкладывая даже свои деньги. Если за июль ты его заселишь, доходность инвесторов в процентах годовых примерно какая будет? Пока не могу сказать. Но по нашей модели минимум 45% должно быть. И судя по всему, я еще цифры не считал, потому что нужно посмотреть конечные, финальные цифры, но этот объект подходит под эту модель. Ну что, как вам объект? Пишите в комментариях, а мы погнали на следующий. Ну что, мы на втором объекте. Сергей рассказывает, что за объект, где, сколько метров, что мы с ним делаем. Объект на Пионерской улице. Это на метро Чкаловской, Петроградский район. Здесь у нас, это на самом деле самый дорогой объект в нашем списке. Этот объект 210 метров, и мы его арендовали за 400 тысяч рублей. Разбили на три площади. На сегодняшний день у нас уже две из них уже забрали. Та площадь, в которой мы сейчас находимся, эта площадь у нас забирает цветы с пятилетним договором. Цветы, цветочный магазин. А выглядит так, как будто бы тут будет какая-нибудь пекарня или шаверна. На самом деле, вот это очень хороший момент, потому что здесь, до этого, здесь был общепит. Но здесь очень жильцы, очень такие внимательные, скажем так. И для них общепит, в общем, не очень хорошо, потому что пишут жалобы. В данном случае, эта конструкция представляет собой вытяжку под названием свеча, которая стоит по фасаду дома. И собственник сказал, что если она не нужна, ее могут демонтировать. Но она в рабочем состоянии. Мы думали, она пригодится. И сам она не мешает всяко. Она им не нужна. Нет, они ее будут спиливать. А, будут спиливать. Да, будут спиливать. Понятно. Ну, как бы хозяин барин. 200% годовых звучит очень странно. Особенно на недвижимости. Это звучит, как какая-то пирамида, либо крипто-мошенничество, либо еще что-то. Вот. И, естественно, этот людей триггерит. И они не верят. Но если они сталкиваются с этим и изучают вопрос, то они понимают, что... В чем дело? Что это речь не о жилой недвижимости, не о квартирах. Речь о коммерческой недвижимости. Второе. Как принято, люди, когда думают про инвестиции, это что-то надо купить. Мы не покупаем. Поэтому и денег мы не вкладываем, можно сказать. Мы вкладываем вместо 40 миллионов в покупку объекта 300 тысяч рублей. Конечно, если бы мы за 40 миллионов купили, там было бы максимум доходность 10% годовых. Максимум. Но мы покупаем не за 40 миллионов, а просто право аренды за 300 тысяч. Увеличиваем арендный поток до 450 на этом объекте путем деления и получаем 150 пассивный доход на вложенные 300 тысяч базово. Естественно, нам нужны перегородки, суммузлы, счетчики. Это еще около 300. Возможно, еще простой. Там один месяц, допустим, будет. Но у нас в любом случае будет несколько месяцев арендных каникул от двух до четырех. Ну, допустим, у нас итоговое вложение будет там 900 тысяч, к примеру. А мы сдаем за 450. И вот когда мы сдаем за 450, субарендатор нам приносит за первый месяц 450 и за обеспечительный 450. То есть 900 тысяч. И получается, что мы вложили 900, вытащили 900. И вложений наших средств в этот момент нет. А если объект будет стоять полгода пустой, 6 месяцев, 3 месяца у нас каникул, еще 3 месяца мы поплатили, это еще там какая-то сумма, да, это еще 900 тысяч. И если 6 месяцев с момента пациентного договора аренды он пустой, у вас доходность, вы вложите 900, доходность будет 150 тысяч в месяц, на вложенные 900 это 200% годовых. Поэтому в самом худшем случае при простой 6 месяцев вы не можете сдать весь объект, у вас от 200% годовых. А сколько времени заняло заселение вот цветами вот этой части? С момента пациентного договора аренды договора аренды через сколько был подписан? Договор аренды у нас подписан в апреле. В апреле? Да. Собственником? С собственником. Это конец апреля, по-моему, 20 числа. А, то есть всего 2 месяца объекта получается? Ну, 2,5 примерно, да, вот примерно так получается. А договор субаренды? Цветы подписали на прошлой неделе. Хлебник, который у нас находится в том помещении, подписан около 2-3 недель назад. А, то есть хлебник у вас забрал. Хлебник – это сетевая пекарня? Да, это очень большие, серьезные ребята, которые вкладывают серьезные деньги в ремонт, в помещение. Мы сейчас посмотрим, что они там ремонтируют. Ну, вот, да, это первый хлебник на наших локациях, чему мы, естественно, очень рады, потому что это серьезный крупный арендатор и платит хорошие деньги с долгосрочным договором. То есть, получается, 2 из 3 площадей сданы, объекту всего 2,5 месяца, что является хорошим результатом, на самом деле. И расскажи, пожалуйста, какая общая площадь? Общая площадь – 210 квадратных метров. Вот эта площадь под цветы у нас 50 квадратных метров. Мы ее сдали за 3 тысячи рублей, а сняли за 1660, там, что-то с копейками, например, так. И Хлебник – 110 квадратных метров за 3100. Третья площадь – около 40 квадратов у нас. Мы ее планируем сдать, ну, где-то 50-60 тысяч рублей. Таким образом, со всего объекта мы планируем дельту где-то в районе 150-160 тысяч. Если вы заметили, Сергей сказал, что Хлебнику сдали 110 квадратных метров за 300 за квадратный метр. Казалось бы, большая площадь, а ставка – 300. И здесь же он говорит, что маленькая площадь, 50 квадратных метров, сдается за тысячу рублей, да? Ты про задних? Да, там 40 квадратов. Почему такая разница? Обычно у нас, чем меньше площадь, тем выше ставки. А тут наоборот. Маленькая площадь, а ставка еще меньше, да? 1100, а вы снимаете за 1600. Как так? Иногда проще и правильнее по бизнес-модели отрезать заднюю часть со двора, потому что они не ликвид и не подходят бы для стрит-ритейла, и сдавать даже дешевле, чем мы арендуем. Если бы он не сдавал, если бы он сдавал целиком, скорее всего, Хлебник бы не взял вот с этим аппендиксом сзади. И это помещение бы проставило. И 300 тысяч, сколько, 350 в месяц Сергей бы недополучал. Поэтому очень важно понимать методологию деления и в какие-то моменты какую-то неликвидную площадь отрезать и сдать даже дешевле, чем мы снимаем, да? По себестоимости или даже ниже себестоимости. Но при этом у нас будет возможность ликвидные торговые помещения, именно формат стрит-ритейла, отдать тем, кто готов платить уже по 3000 за метр, по 300 за метр. Вот как здесь получилось с цветами и с хлебников. Здесь вот три субъекта. Собственник помещения, субарендатор, конечная ведущая деятельность, и мы как арендатор, как инвестор, как управляющая компания. И вот все трое заинтересованы в том, чтобы эта модель работала вечно. Собственник не хочет вникать в операционные процессы. Его задача, чтобы его помещение приносило ему стабильную ежемесячно определенную сумму денег с индексацией. Субарендатор, который сидит и фактически выполняет деятельность, он заинтересован в том, чтобы сидеть здесь вечно, потому что у него увеличивается трафик, потому что у него растет чек, потому что у него больше посетителей, и у него прикормленное место. Он хочет здесь вести свою деятельность долго. А мы как арендатор, мы хотим, чтобы они оба были довольны, и чтобы они были здесь всегда. Вот и все. Потому что мы с этого получаем. Сколько каникул на объект дал себе собственник? Если не ошибаюсь, около месяца, может быть, чуть-чуть побольше. На самом деле у этого объекта такая своя история. У меня ребята из команды очень долго следили за этим помещением, и собственник изначально не хотел нам его сдавать. Он хотел сюда посадить моноарендатора, и чтобы он здесь сидел. Но, как обычно это бывает, шло время, а никто не садился, поэтому они через какое-то время позвонили нам, сказали, ребята, окей, забирайте. Но с определенными жесткими условиями. И каникулы были то ли месяц, то ли полтора максимум. В общем, ну вот как-то совсем очень немного. Но мы, несмотря на это, мы все равно его взяли, потому что мы видим привлекательность этого объекта. Он находится рядом с метро, здесь высокий пешеходный трафик, у него удачное расположение. По сути, за два с половиной месяца вы успели его сдать. Ну, основные площади формат Street Retail. Со двора там уже... Ну, там уже тоже просмотры есть, и люди интересуются. Но, по большому счету, мы это уже делаем в таком спокойном режиме, потому что инвестор уже окупает свои вложения, он уже имеет положительную дельту в 100 тысяч рублей, и задник мы сдаем в спокойном режиме. Круто. Пойдем посмотрим площадь под хлебник. Я, важно, не спросил, каникулы для саборендаторов. Какие составили? Для хлебника, по-моему, месяц, а для цветов три недели. Ну, в рамках своих каникул, грубо говоря. Ну, да, где-то так. Ну, здесь такая идеальная планировка для хлебника, мне кажется. Прям очень хорошо. Ну, они сделали... И угловое помещение, и все окна их. Вот этого не было, вот этой стены не было. Вон та стена тоже, они ее ближе поставили, потому что, вижу, там у них подсобное помещение такое получилось. Здесь тоже хлебник или здесь уже... Нет, все, вот это задник как раз. То есть, получается, вот эта территория хлебника, она тут заканчивается, и дальше. Ну, пойдем посмотрим. Давай. Вадим, подпу, давай, пока. А подо что интересовались вот этим помещением? Мы его сдаем как склад, либо dark store какой-то, либо интернет-магазин, либо какой-то с пунктами вывоза, потому что у нас здесь мало электричества осталось. Сколько осталось? У нас 5 киловатт осталось здесь. Понятно. Ну, в целом, главное, что объект уже в плюсе, да, и вы даже можете не торопиться, подождать, когда именно надежный арендатор, с которым будет понятно, что он в долгую работу и заключится. А хлебник на сколько взял договор? 5 лет. У нас тоже и цветы, и хлебник по 5 лет. Да, и цветы 5-летние, и хлебник 5-летний. Ну, здорово. А вот у вас договор Энзи на сколько? По-моему, на 6. На 6 лет? Да, 6 лет. За счет чего вы, понятно, что нет никаких гарантий, но повышаете вероятность долговечности? Здесь есть несколько подходов. Допустим, на площадь сажается якорь. Якорь – это какой-то знаменитый, уверенный в себе арендатор, ну, что-то типа сетевого ритейла. Там это может быть пекарня какая-то сетевая крупная, это может быть какой-то вкусвилл, или еще кто-то, да, какой-то ритейл, который является трафикообразующим. И к нему рядышком подсаживаются уже небольшие, допустим. Ну, вот у меня как раз-таки на этом первом кейсе у нас так и сделано, что у нас сидит вкусвилл, химчистка и табак. Но смысл в том, что они дополняют друг друга. Что, например, табак и вкусвилл дополняются тем, что вкусвилл не продает сигареты. Еще один способ, например, это когда подбираются арендаторы, исходя из параллельного трафика. Ну, например, цветы, кофе и табак. Потому что человек, который зашел за кофейком, он зашел в табак. Ну, цветы, может быть, не повседневные, но достаточно нужная история. Или, например, шаверма, пиво и тот же табак, например. Мы стараемся преследовать эти коллаборации и делать так, чтобы комфортно было одним сидеть с другими. И даже у нас бывают иногда запросы. Вот у нас на одном из объектов сейчас хотят съесть овощи, фрукты. И они говорят, ребят, найдите нам мясо вот сюда, вот там на 15, на 20 квадратов. И мы с удовольствием займем вот эту площадь, которую вы сдаете. Мы не торгуемся там за метр. Мы делаем так, чтобы они чувствовали себя хорошо за счет своих коллег по цеху. Ты сам вообще принимал в этом участие именно в создании? Или у тебя все полностью делегировано? Слушай, я в важных моментах принимаю участие. В данном случае по этому объекту я согласовывал условия договора с собственником. Потому что там были, там вот такие очень... Ну, собственник владеет большими помещениями. И здесь тоже у него, это только часть помещения, которые у него есть. И я принимал участие в обсуждении с собственником. А остальное... Ну, вот с Хлебником у нас получилось так, что у нас ответственный брокер улетел на Кубу. И мы за него подписывали договор с Хлебником. Система внутри компании построена так, чтобы минимизировать участие инвестора в операционных делах создания модели. Инвестор вот инвестирует, и мы уже высчитываем потом по факту доходность на капитал. И этот фактор является у нас главным для инвестора. Один из первых вопросов профессиональных инвесторов, это какая доходность. В таком случае доходность для инвестора составит от 50% годовых, но это будет абсолютно пассивная инвестиция. То есть он просто заключает договор, просто оплачивает поэтапно все процессы, и сам абсолютно не вовлекается в процесс. В результате в течение полугода он получает готовый объект, который приносит ему в течение 10 лет пассивный доход. Если мы берем в управление объекты и введем его, этот объект, за инвестора, то инвестор просто каждое, условно говоря, пятое число получает деньги на расчетный счет, а все остальные операционные, все текущие вопросы делает наша команда. И таким образом это можно назвать пассивной инвестицией с учетом того, что сам инвестор фактически не принимает никакого участия. Выглядит это помещение. Оно угловое и с двумя входами с фасада. Один вход находится, вот Хлебник взял вот эту часть прямо вот на углу и соседнее помещение взяли в субаренду как раз цветы. Расскажи, пожалуйста, зрителям, может быть, будет интересно какие-то трудности, лайфхаки, короче, фишки. Как вот такое повторить? Что в это входит? Какая боль будет у тебя? Говорит, будешь это создавать? Ну, одним из таких напряженных моментов это было то, что, как я уже говорил, это помещение самое дорогое в нашем портфеле. Здесь ежемесячная аренда 400 тысяч рублей. Поэтому простой у помещения, который всегда может быть, он будет очень болезненен в целом, потому что обычным помещением мы берем дешевле. Из нюансов именно этого объекта еще здесь соседи очень внимательные. Внимательные это значит, что они чутко следят за уровнем шума, уровнем грязи, запахов и всяких подобных историй. Об этом нас предупредил собственник помещения. И здесь было ограничение на ведение деятельности. Допустим, общепив, где готовят еду, нам запретили сюда. Подожди, а хлебник? Они разве не готовят? Они не готовят. Не, но они в любом случае, у них приходит продукция, они ее тесто разогревают? Разогревают. Вот это можно? Да, это можно. А именно приготовление еды, как ресторан или что-то другого плана, здесь запрещено. Так вытяжка-то есть. Вытяжка есть, но очень чуткие соседи. Они, по-моему, отсюда и съехали предыдущие, потому что были жалобы от жильцов. Что внутри происходило с точки зрения психологии, переживаний? По-моему, Илон Маск ответил, когда его спросили, что значит быть бизнесменом, что значит быть предпринимателем. И он ответил, это стоять у окна, смотреть в голубую призрачную даль и жевать стекло. Это вот прям настолько мне отзывается, потому что ты понимаешь, ты видишь в этом перспективу, ты видишь, что это будет работать, ты видишь, что это классный инструмент, но здесь и сейчас тебе надо перестроить процессы, тебе надо кто-то ушел, кто-то пришел перестроить команду, где-то куда-то. Но это сопрягается с соответствующими действиями, но это неизбежно. Я к этому уже отношусь философски. Мы тут обратили внимание на то, что рядышком шаверма кручу-верчу. И это те же жильцы, тот же дом, но при этом шаверма работает. Шаверма это общепит, и там готовят, и там запахи. Нет информации. Или только вот эта часть собственников против общепита, а вот эта не против? Нет, ну может быть у них там не такие запахи, которые были здесь у столовой. Которые в шаверме? Нет, у которых в столовой были. А тут была прям столовая-столовая такая. В договоре по видам деятельности что-то прописано по ограничениям? Да. Все кроме общепита? Да, общепит нельзя, и алкоголь, вот наливайка вот это. Ну что типа... Разливное пиво? Разливное пиво тоже нельзя. Аренда 400 тысяч, ничего нельзя? Ну вы так как-то справляетесь. На самом деле большой очень был спрос. Общепит сюда прям рвался. Но мы прям всех даже в объявлении уже потом написали, что типа нет. Ну объект достаточно недолго сдавался, два с половиной месяца, это хороший такой срок. Я считаю, что это успешный кейс. Поздравляю, уже заранее, потому что уже 100 тысяч маржа есть. Если вы будете делать самостоятельно, у вас-то займет там, не знаю, год, два, три и с непонятным количеством убытков, а если вы переймете знания у опытного человека и послушаете, как нужно делать, и каких ошибок избежать, то это все будет гораздо быстрее и без потерь. По поводу, чтобы я, может быть, порекомендовал, посоветовал тем, кто сейчас смотрит. Мною руководит, многими моими действиями руководит одна поговорка. Для того, чтобы получить то, что никогда не получал, нужно сделать то, что ты никогда не делал. И это прям... Вот у меня это... У меня в офисе даже в типографии оно было распечатано и висело вот так вот на стенке. Потому что это такой двигатель, мне кажется, вот меня мотивирует, мотивирует меня именно этот слоган, потому что я понимаю, что у меня есть какие-то амбиции, у меня есть желания. И я понимаю, что там, где я сейчас, для того, чтобы мне получить то, что я хочу вон там, мне здесь что-то нужно поменять. А если я делаю одни и те же действия, они меня не приведут к другому результату. Мне это так впирает, что люди кайфуют, они зарабатывают, делают счастливыми себя, свои семьи. Это дороже денег, на самом деле, ну, для меня. Вот. Поэтому я делюсь. И поэтому, когда вы с кем-то всегда в своей жизни какую-то коммуникацию делаете, делайте это всегда из позиции отдать. Потому что это намного больше вам даст, чем из позиции взять. Конечно, можно встретиться с любым учеником. Вот. Договориться. Вот. Ну, хотя бы. Угостите его, Кость. Чтобы развиваться и достигать нового уровня, нужно запрашивать и применять обратную связь. Поэтому, друзья, я хочу обратиться к вам за помощью. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что мне улучшить в моей деятельности, в съемках, может быть, в формате. Может быть, у вас появятся какие-то идеи, и вы мне расскажете, как сделать мой контент лучше, разнообразнее и интереснее. Буду вам за это благодарен и применю обязательно обратную связь, ведь я хочу развиваться. Ну, а если вам интересна тема инвестирования в коммерческую недвижимость от 60% годовых, или вы хотите создавать объекты самостоятельно для себя либо для инвесторов с доходностью от 200% годовых, все ссылки в закрепленном комментарии. Я сделал специально для вас бесплатный видеоурок, который доступен в течение 24 часов, далее он станет платным, поэтому вы можете перейти по ссылке в закрепленном комментарии, посмотреть его, начать разбираться в этой теме и уже в ближайшее время создать себе подобный объект с доходностью от 100 до 150 тысяч в месяц на недвижимости без существенного положения. А если хотите вступить в сообщество, для этого нужно пройти собеседование. По ссылке в закрепленном комментарии есть ссылка на собеседование в наше сообщество. Если вы нам подойдете, мы вас примем и я приеду уже на ваш объект снимать выпуск с вами. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Ставьте лайки. Пока! Друзья, всем привет! Володя попросил меня записать кружочек и рассказать о том, в каком состоянии наши объекты сейчас, по которым у нас были съемки. Уральская 6. Мы подписали еще одного субарендатора и таким образом цифры получаются такие, что инвестор платит 200 тысяч рублей аренду, субарендаторы покрывают 180 тысяч. Таким образом, минус 20 тысяч. Но сейчас у нас идут активные переговоры по сдаче оставшейся площади и мы рассчитываем ее заселить в самое ближайшее время. Я думаю, что несколько недель нам на это еще потребуется. Планировали в течение июля, но, к сожалению, немножко затянулись. По Пионерской 37 дождали оставшуюся площадь и дельта инвестора составила 150 тысяч рублей ежемесячно. Окупаемость 17 месяцев и доходность почти 70% в год. Субтитры создавал DimaTorzok